Всем привет! С вами Нафаня. Это мое новое видео в новом году. Поздравляю вас всех с этим событием. Желаю вам счастья и здоровья. А сегодня я вас собрал по такому поводу, что у меня есть новая обновка. Это набор 2021 года. Я не остался без подарка под елкой в этом году. Дед Мороз мне подарил такой вот замечательный набор. Это кемпер. У меня был кемпер от Лего Сити предыдущей серии. Он мне очень понравился и я решил для себя купить еще один довольно таки красивый кемпер и я считаю для себя здесь полезные детальки. Мы можем сразу посмотреть комикс на обратной стороне. Что без примечательного, так это у нас есть мини-фигурка младенца. Она будет новая в моей коллекции. Таких до этого у меня не было. Ну а я пойду собирать набор и позже с вами переключусь и мы будем рассматривать, что же у меня получилось. А перед тем, как их собирать, хотелось бы сделать вот так. Хопа! Так, ребята, вот я собрал набор. Вот что у меня получилось. Ой, не то. Так, ну а если быть серьезными, то вот что у меня получилось. Коробочку я убрал в сторону. Вот такой вот замечательный белый кемпер. Мы уберем его в сторону и сразу посмотрим, наверное, мини-фигурки. Начнем с мини-фигурки женского пола. Вот такая вот мини-фигурка. У нее фиолетовый торсик. Я так понимаю, это спортивная куртка. Очень красивый торсик. Мне нравится, как подобран цвет самого же торсика фиолетового с бежевыми ножками. Зеленый фотоаппарат. Фотоаппараты у меня есть, но в черном цвете. И вот такой вот замечательный куросан. Что примечательно, у этой мини-фигурки двойное личико. Тут она улыбается, жизнерадостная, а здесь она спит и, видимо, видит какой-то замечательный сон. Так, эту фигурку мы уберем в сторону и посмотрим фигурку мужского пола. А вот ребенок, я уже, честно говоря, не знаю, кто это. Ну, это будет ребенок. Просто ребенок. Мы видим вот такую вот соску, бутылку с соской, с молоком. В общем, такую вот бутылку. Нашего папашу. У него замечательные волосы. Мне нравится исполнение волос. Торсики. Так, давайте мы, наверное, снимем ему голову. Вот так вот его кровожадно расчленим. Так, видим сумку, в которой сидит у нас сама мини-фигурка. Мини-фигурка у нас по размеру, наверное, как один тайлик. Наверное, да, все-таки как один тайлик. То есть она очень маленькая. Но она даже... Я не знаю, как ее охарактеризовать, но у нее снимается головка. Это я точно знаю, что я сам ее цеплял. Вот такая вот маленькая головка. Лего. Замечательная фигурка, на самом деле. Мы ее уберем в сторону, но в самоделках, скорее всего, я использовать ее не буду. Потому что, ну, это... Как бы, я не знаю. В общем, это неважно. Мы уберем ее в сторону. Так, вернем голову нашему папаше. Вернем ему волосы. То есть он не очень смотрится. И вот такая замечательная мини-фигурка. У него крутая куртка. Это даже не куртка, а жилетка поверх свитера или рубашки. Принт у нее с двух сторон. И мы видим, что у нее молнии на этой куртке. Они такие вот блестящие, с проблесками. Смотрятся замечательно и очень красиво. Также элемент декорации у нас была газовая горелка, на которой у нас есть яишенка. Так, чтобы не отсвечивала. Вот такая вот яишенка. Замечательный тайлик. Что хотел еще, кстати, добавить. Большой и огромный плюс этому набору, лично для меня, так как для самодельщика, это были вот такие вот замечательные дополнительные детальки. Суть в том, что каждой детальки дополнительной именно из... Сейчас покажу. Чтобы не быть голословным. Вот. Вот такие вот замечательные тайлики. Это продукты. То есть, та же яишенка, пончик, который я покажу чуть позже. И... Именно, чуть позже в наборе. И вот клубничка. Также замечательная деталька, тайлик, имитация банки. То есть, сверху. То есть, эти тайлики уже идут запасные. То есть, все тайлики, которые существуют, плюс к ним еще по одному. Это очень круто. То есть, если он потеряется, у вас будет дополнительный. Ну, а для меня это просто дополнительная деталь, которую я буду всегда использовать. То есть, их будет больше и будет красочнее та же самоделка, в которой я буду их использовать. То есть, замечательные четыре тайлика. Ну и... такие, как... Видите, все тайлики добавили на один. То есть, пины маленькие. Те, которые чаще всего могут потеряться. Это от кемпера уже. Там фара, синий элемент кузова, белый элемент кузова. В общем, такие вот дополнительные тайлики. Мы их тоже убираем в сторону и будем рассматривать сам кемпер. Так, вот так мы отведем это все в сторону, чтобы оно нам не мешало. И посмотрим наш кемпер. Наклейки я старался наклеить ровно, чтобы все было красиво. Я думаю, у меня это получилось. Но все-таки накосячил я с вот этой наклейкой. Она немножечко ушла у меня в сторону. А в основном все наклеечки смотрятся красиво. Кемпер выполнен в белом цвете с голубой такой замечательной строчкой. Еще бежевая часть. Единственное, что мне не понравилось, честно, это колеса. Форма колеса очень замечательная. Узор тоже красивый. Но на картинке вроде бы как там у нас не хромированные колесики. Но это такой минус именно для меня. Мне не особо понравилось. Это чисто мое мнение. Но в целом вот мне передок этой машины напоминает какую-нибудь Газель. Есть, да, такая имитация Газели? По функционалу этой машинки получается у нас снимается верхняя крыша. То есть это как не крыша, а спальное место у нас получается там для минифигурок игровой момент а вот так оно в принципе мы должны попадать с кузова, но игровой момент заключается в том, что снимать вот этот элемент и тогда у нас сложится минифигурка. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Получается, берем мы эту минифигурку и вложим вот так вот, как раз таки проверим, закрывается ли у нас крыша после того, как мы вложим сюда фигурку. Ну, я думаю у нас все закроется. Да, как мы видим крыша у нас закрылась. Так, мы уберем эту фигурку отсюда, чтобы она там не болталась. Прикроем крышу. Получается, у нас из функционала еще открывается вот эта часть, как и в предыдущем кемпере, кто помнит, в самом кузове моем тоже похожий элемент, боковая часть кузова у нас открывается и мы видим там у нас какие-то принадлежности. Но, чтобы нам удобнее было рассматривать, вся крыша вот так вот аккуратно снимается по гладким деталькам. Тоже игровой момент, как я понял. Вот мы видим эту баночку, про которую уже говорил заполнительный деталек. Получается еще один пончик и ягодку. Это столик, по сути. Здесь оно все выдвижное, но при сборке набора у нас получается в инструкции было, что оно должно стоять именно на этом месте. Но, видимо, при игровом моменте оно высовывается. Также хотел показать инструкцию. Инструкция была одна. Она такая вот, ну, довольно-таки толстая. Можно было сделать меньше на самом деле. И вот упаковочка с наклейками. В наборе было два пакетика с деталями. То есть один и второй, который мы распаковываем и собираем сначала кузов, а потом уже там идет крыша, ну, в общем, и дополнительные элементы. Мы видим у нас мы снимем эту часть. Нет, не с ним. Вот так. Еще раз сняли. Получается есть желтая кружка у водителя, чтобы он не бегал туда и, например, не брал что-то. Или ему можно подать, например, через это окошко. Вот так давайте откроем. Через это окошко можно подать ему ту же кружечку с водой. У нас тут есть тайлик с принтом. Там у нас мы видим скоростя, то есть элемент именно машины. Вот это мы цепляем все обратно. Это тоже мы, я думаю, цепляем все обратно. В общем, кемпер самый простой, самый обычный. Он довольно-таки высокий. Давайте я возьму свой предыдущий кемпер. Я не брал мини-фигурки под руку. Вот так выглядит предыдущий мой кемпер. Этот намного выше, как мы видим. И в пропорциях. То есть, ну, они примерно одинаковые. Если убрать, например, спальное место, крышу, то по высоте машины будет одинаковые. В принципе, и по передку они тоже одинаковые, я думаю. Да, они соблюдены все пропорции, думаю, так. Ну и сам кузов. Вот он. Получается кузов идет у нас по кабину. Ну и вот машина, то есть кабина. Так, этот кемпер мы убираем, потому что обзор у нас и распаковка идет совсем не о нем. У нас сегодня наборчик вот этот вот. По заключению, что хотелось сказать, то что наборчик обошелся мне дешево, он был не дороже, чем предыдущий. Я даже не знаю, что можно сейчас сказать. Я вроде бы все показал, вроде бы все рассказал. Еще что хотелось бы добавить. Сейчас я остановлюсь ненадолго, но вы не переключайтесь. Вот он я снова тут. Я просто обязан был это показать. Мне понравилось то, что здесь есть голубая строчка на этом кемпере. И мне вот не хватало чего-то или сбоку, или на крыше. У меня есть замечательный голубой велосипед. Я думаю, например, где-то вот, если его поставить даже вот так вот, или положить вот так вот, например, или сбоку сделать, то есть как-нибудь вот так, не будет. Он теряться здесь, мне кажется, очень хорошо. Он подойдет сюда, такой голубой велосипед, и он подойдет под эту голубую строчечку. Я просто обязан был это показать, и, скорее всего, в дальнейшем я сделаю так. И что хотелось бы сказать, то, что эти два кемпера смотрятся замечательно. Я еще раз его покажу. Хочу сделать самоделочку с этими двумя кемперами. Например, какой-нибудь отдых на природе с компанией, там, две семьи собралась. В общем, можно сделать какую-то замечательную самоделку с этими двумя кемперами. Ну, я думаю, я, наверное, буду с вами прощаться. Я много наговорил уже под конец, но я думаю, никто не смотрит конец видео, только самые такие обузнанные. Мои зрители смотрят конец, и не хотят, чтобы заканчивался этот видеоролик. Но все же я буду с вами прощаться, потому что больше мне сказать так-то и нечего. Кемпер куда-то вечно рвется. Нет, и так тоже хочет уехать. В общем, полежи на боку, поспи. В общем, я буду прощаться, как я уже и сказал, кемпер, как вечно. В общем, не важно, не важно. Я буду прощаться. Обязательно поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, ведь скоро у нас будет 10 тысяч. И извиняюсь, что сразу хочу сказать, что извиняюсь за то, что нету самоделок. У меня никакие трудности появились. Но в скорое время самоделочки будут. Подробно я все напишу в описании или в комментариях под видео, чтобы сильно не распространять эту информацию и не рассказывать, не затягивать видео. В общем, я вроде как уже попрощался. Все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok